Уехавших за рубеж IT-специалистов уже больше 50 тысяч. Это данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Накануне Наталья Касперская, российский предприниматель в этой отрасли, рассказала, что из страны айтишники уезжают табунами. Даже не из-за материальных благ, а просто поддаются панике. Однако цифра покинувших страну специалистов преувеличена, считают на Алтае. Все обстоит не так масштабно. Из IT-компаний уехало специалистов, может быть, 8 или 9 тысяч, 7-8-9 тысяч специалистов всего. Если брать отток фрилансеров, которые сами на себя работают, на иностранной компании в том числе, ну, допустим, еще добавить там 1015. То есть вся общая история может быть около 20 тысяч. Мало что изменилось только у тех, кто работает в пределах России или на страны Востока. А те, кто сотрудничал с Европой, к примеру, не понимают, как получить зарплату. Но если он работал на западной компании, то в некоторых случаях у него, в принципе, не остается выбора. И то есть эти западные компании транслируют, что если вы остаетесь в России, мы, к сожалению, должны будем с вами завершить наши трудовые взаимоотношения. Да, зачастую предоставляется выбор. То есть предоставляют очень выгодные условия для переезда, вплоть до того, что обеспечивают жильем. Есть знакомая целая команда, уехала в Черногорию. По словам Вадима Гладышева, только в его компании два человека на время переехали в Армению и Грузию. Другие айтишники в какой-то момент выдохнули после новостей о господдержке, в виде льготных кредитов, нулевых налогов и отсрочки от армии. Эта помощь пошла только крупным компаниям, таким как уровни 1С, Битрикс и другим крупным компаниям, чей оборот превышает 150 миллионов рублей в год. А все компании, назовем так Барнаула, разработчики, редко, кто работали на обществе налогообложения и смогли воспользоваться этим льготой. Что касается льготных кредитов, то есть на текущий момент ни один банк, то есть эти льготные кредиты выдавать не начал. То же самое с ипотекой. Соответственно, что касается отсрочки по армии, то есть это приняли только что. Но опять же, условий указано очень много, и опыт работы и так далее, но прецедентов пока нет. Айти-отрасль сама по себе замкнута, говорит Виталий Лаженцев. И пожалуй, что люди из этой сферы действительно тонкой душевной организации. Уверяет, многие из уехавших на фоне событий просто решили пожить в другой стране. Мы ожидаем волну того, что будут возвращаться назад. Никто не ждет с распростертыми объятиями наших ребят за границей в любой стране. Ждут только высокопрофессиональных кадров, которые умеют делать сложные вещи и хорошо знают иностранные языки. Таких немного. А самых обычных ребят нет. Они убедятся, что там тоже не все так хорошо. Поэтому какой будет и будет ли вообще вторая волна тока среди АТИ-специалистов – большой вопрос. Специалистов, в том числе уже упомянутая Касперская, говорят, что для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия. Анна Рашегирова, Вадим Быстревский. День с толком.